Здравствуйте, дорогие друзья нашего канала. Вас приветствует Анна и Рафаэл Мусанлеви из Иерусалима. Здравствуйте. Начать мы хотим с новости. Мы решили переименовать наш канал. Дело в том, что название Анна Мусанлеви давно устарело. Не правда ли? Да, совершенно верно. Дело в том, что мы никаким образом не хотели притягивать внимание именно на наши личности. Как бы вот никакого культ личности Анна Мусанлеви мы никогда не хотели. И восторженные отзывы, которые потом превращаются в... Какие-то невероятные дифирамбы. Не обижайтесь, но мы этого действительно не хотели. Кроме того, назвали мы когда-то год назад канал моим именем. Просто пользователь. Только потому, что, во-первых, я тогда не очень разбиралась, в чем разница между названием канала и именем пользователя в Гугле. А во-вторых, потому что потом я подумала, ну да, люди же меня знают от телеканала «Союз», от работы с паломниками. И, собственно говоря, я так могу сообрать зрителей, которые будут находить меня просто по моему имени. Но дело в том, что жизнь идет и развивается. И слава богу, что так. И мы давно уже поняли, что наш канал вырос из тематики исключительно святой земли. Как вы видите, мы все больше затрагиваем серьезных тем, которые волнуют нас. И мы делимся ими с вами. И мы придумали название нашему каналу, которое родилось, можно сказать, из контента. А именно «Христианство и мир». Поздравляем наш канал, отныне он будет так называться. И мы надеемся, что в какой бы точке земного шара мы вдруг с Рафаэлом не оказались, по-прежнему вам будет интересно слушать наши мысли. А главное, почему именно такое название? Дело в том, что мы не скрываем, что мы христиане. Они как бы все знают, что наш взгляд на мир в каком-то смысле связан с нашим вероисповедением. Но с другой стороны, мы также не скрываем, что у нас очень большой круг интересов. Есть много всего, которое нас интересует. Мы не хотим никого шокировать, но иногда люди, которые знают нас в один контекст, они смущаются или даже удивляются, что у нас бывают какие-то другие измерения. А дело в том, что мы считаем, что христианство – это не должно быть какой-то шаблонной, какой-то вот, как сказать… Застывшая форма. Нам кажется, что современный мир диктует новые требования к нам, христианам. Современный мир требует от нас думать. Ситуация, в которой сейчас находятся христиане, заставляет нас всех думать, развиваться и находиться в христианском поиске и творчестве. И вот об этом и будет наш сегодняшний выпуск. Только не пугайтесь, мы не перестанем иногда показывать вам святые места. Ну, в общем-то, как мы это и делали, так мы и будем делать. Единственная просьба. Те, кто подписались именно ради того, чтобы смотреть «Израиль и святые места», добро пожаловать на наш сайт ТОПОС. Для этого мы его и создали. Там всегда идут и наши бесплатные экскурсии, ну и, простите, платные за сумасшедшие деньги, 100-150 рублей за просмотр. Всегда можно насмотреться красоты, и мы продолжаем работать на ТОПОСе. Вот прямо в это воскресенье, то бишь завтра у Рафаила выходит на ТОПОС ТВ, на страничке ТОПОС ТВ, ссылочка где? В описании к этому видео, совершенно верно. С 14.00 в течение суток будет его новый шедевр, экскурсия, которая называется «Сокровенные тайны Ильонской горы». Добро пожаловать, это абсолютно бесплатно, для всех, кому это интересно. В карабарском языке, это я там всю экскурсию вожу на русском, так что вот... Ну а мы сегодня поговорим о такой важнейшей теме, как секты времён Христа. На первый взгляд, тема кажется очень далёкой, правда? Ну вот какое дело современным христианам, ну кроме просто любопытства, интереса, какая польза нам знать, какие были пути духовного развития, скажем так, и поиска во времена Христа? Ну, дело в том, что были разные партии, не только секты, а целые партии, направления, какие-то из них мы знаем из Евангелия. То есть в Евангелии написано, что были с одной стороны иридиане, да, или иридиавцы. Иридиане. Иридиане, были фарисеи, были саддукеи, да. И если мы также читаем труды Йосифа Флавии, он описывает такую вот схематическую, довольно как бы схематическую картину тех партий, главных партий времён, ну времён Йосифа Флавия, времён Римлян, получается, и времён Христа. То есть какие были тогда направления, да? Вот именно направления. Ведь это не были политические партии, которые придумал какой-то более или менее умный или талантливый лидер. Это так сложились духовные пути. И вы удивитесь, но они потрясающе перекрещиваются с тем, что происходит в мире. И сейчас, и уже давно происходит, уже много веков, христианство тоже развивается разными путями. И вот об этом мы с вами сегодня поговорим. Помогать нам будут обширные знания Рафаила, потому что по образованию мой супруг не только гид по Святой Земле, а в первую очередь историк античности и филолог древних языков, а также мы обратимся с вами к матушке Марии Скопцовой. Мать Марии Скопцова, Святая Мария Парижская, личность очень неординарная и противоречивая. Родилась в конце XIX века, была замужем, стала мамой троих детей и прошла путь от рьяной революционерки до монахини, отдавшей всю свою жизнь до конца служению людям. Еще в годы революции она разочаровалась в своих революционных идеях, и семья уехала за границу в Париж. После смерти младшей дочери Мария стала активно искать Бога. Она была активным деятелем русского христианского студенческого движения, заочно окончила Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже и в 1932 году приняла монашеский постриг. Ее духовным отцом был протеерей Сергий Булгаков, и вот по его благословению она начала свое нетрадиционное монашеское служение в миру, посвятила себя благотворительной и проповеднической деятельности. Была избрана в правление Союза русских безработных в Париже, основала благотворительное общество православное дело, также оно занималось и культурно-просветительской деятельностью, очень много помогало бедным, обездоленным и словом, и делом. Во время нацистской оккупации Парижа общежитие, созданное ею, стало одним из штабов резистанс, сопротивления. Рискуя жизнью, Мария помогала еврейским семьям, и вот гестаповцы арестовали ее и сына Юрия, и после тюрьмы их отправили в концлагерь Равенсбрюк. Монахиня Мария и там умудрялась помогать арестованным и заключенным, поддерживать их. И вот однажды, когда в газовую камеру ввели толпу очередных осужденных, она поменялась платьем с номером с одной из молодых женщин, и вместо нее вошла в газовую камеру Равенсбрюка. Было это 31 марта 1945 года, накануне Пасхи. Причислена к лику святых, она пока только во Вселенской Патриархии в 2004 году. Можно говорить много всего про ее личности, про ее связи с Александром Блоком. Вообще она как представитель, самый яркий, может быть, в православном среде, вот именно творцов Серебряного века. Потому что много из деятелей Серебряного века, ну, они были, скажем так, далекие от церкви или, ну, как-то около церковных, как Анна Ахматова и так далее, как бы, ну, со всем уважением ко всем. А матушка Мария Скобцова, она именно решила идти на этот вот путь такой именно монашеский, но монашество в миру. То есть у нее был такой живой диалог между нашей традицией святоотеческой и при этом современный мир, и поэтому ее фигура была такая довольно необычная и даже немножко скандальная, и даже до сих пор многие считают, что, может быть, не надо было ее причислить к лику святых, несмотря на ее жертву. Но главное не об этом. Мы можем целый даже вообще цикл делать только про ее жизнь. Мы хотим говорить о, во-первых, о партии времен Христа и о том, как почти ничего не изменилось. Потому что если мы смотрим на те партии, которые были времен Христа, и на типы религиозного, как она это называет? Типы религиозного развития. Пять типов выделяла матушка Мария Скобцова, написала об этом небольшую, но очень яркую монографию. Это когда она в Париже. Да, когда она жила уже в Париже. И вот мы будем проводить параллель. Итак, начнем. Самые главные, самые сильные во времена Христа были кто? Ну, в принципе, те, которые были, те священники, то духовенство, которые были потомственны, вот то есть священство, Иерусалимское священство времен Ирода и времен Хасманеев. Да, Хасманеев это был род священников, который боролся против изначально, против эллинизации. Но как только они стали правителями, то есть первый священник стал еще и царем, эллинский царь Василевс, их называли Василевсы, да, они при этом совместили и мирскую власть, и священническую. И главное, что они не были из рода Давидова, так что в каком-то смысле Хасманеи, несмотря на их подвиг изначальный, но они как-то, ну, самозванцами были. То есть это были первые цари из рода священников. Отец первого царя был первосвященником. Да. Потом пришел к власти Ирод Великий, но это длинная история, я об этом отдельно тоже на топосе рассказываю, история Иерусалима. Но неважно, Ирод из-за того, что он подружил с римлянами, смог прибиться тоже как бы вот к власти Хасманеев, он уничтожил род Хасманеев и дальше стал царем юдейским и назначил своих же священников. Те священники, которые были до него, он их просто убрал. Получается, те священники, которые были при Ироде, их главная лояльность была не к Богу, не к истине, но они любили свои традиции, они как-то, может быть, даже верили по-своему, но их главное было угодить Ирода. Он держал у себя облачение, то есть он выдавал им облачение. Если они не слушались Ироду, они не могли служить просто. То есть, получается, потихонечку формировался вот такой круг священников, элита, которая для них в основном, главное, это было хранение определенного государственной религии. И они называются в Евангелии Иродианами или нет? Они называются Иродианами и Саддукеемы, потому что... Ну, тут еще немножко сложно, потому что род Садока, это как бы главный род был священников. Одного из первосвященников, Саддукея считали себя праведниками, они действительно великолепно знали службу, они знали священное писание на 6 с плюсом, они считали себя великими специалистами в области всего божественного и церковного, как мы бы сейчас сказали. Литургической практикой. Но их главная цель была, однако, не поиск живого Бога или любовь к живому Богу, а хранение религии как национального самосознания. Вот такой путь церковного развития, вернее, духовного развития матушка Мария Скобцова назвала синодальным путем. То есть есть такое понятие, как синодальное христианство. Это когда церковь и государство соединяются воедино, вот только государство ставится как бы поверх всего, церковь становится одним из ведомств. Церковь является неотъемлемой частью государства, его идеологии и политики, которую государство церкви при этом, естественно, но если не навязывает, то, по крайней мере, внушает, да, скажем так, и таким образом церковь становится одной из инстанций государства. В России такой процесс начался при Петре Первом, когда Петр Первый упразднил патриаршество на Руси и ввел в священный синод. И вот синодальный путь развития церкви предполагает, что верующий человек, христианин, однозначно не просто лично верующий, это уже не его личное дело, верит он во Христа или нет, как он там молится, насколько он глубоко кается. Важно, что его лояльность государству определяется его вероисповеданием. Это не только в России, разумеется, я думаю, что... Действие в определенном государственном ритуале, государственный обряд. Это должность, в принципе. А главное, что саддукеи времен Христа, им абсолютно было не нужно, и они даже не понимали, зачем надо ожидать Мессии, зачем надо ожидать Спасителя. Им и так было все хорошо. В этом выражался их патриотизм. Если я патриот своей страны, я принадлежу к своей церкви, к своей вере. Саддукеи были большими патриотами. Они мечтали о славе Израиля. Они хотели, чтобы Израильское царство было самым богатым, самым мощным. Храм был самым красивым. Храм был абсолютно. И они таким образом верили, что они оберегают свой народ от этого чудака и юродивого, как они считали, Христа, который проповедует невероятные вещи. Эти вещи разрушат силу народа. Они подорвут те устои, на которых стоит и держится народ, несмотря на римскую оккупацию. Но что любопытно, с римлянами они очень даже дружили. Конечно, они были абсолютно лояльны к римлянам. Они считали, что благодаря лояльности к римлян Израиль сможет тоже обогатеть и материально, и культурно, и во всех смыслях. Совершенно верно. Но против них было вот такое, поскольку большинство элита были саддукеев, и бедные, угнетенные, если мы сейчас обратимся, не знаю, там, к Карлу Марксу, хоть я не марксист, но доля правды есть, то, что он говорит. Но были тогда те, которые искали истинное благочестие. Они считали, что тогда спасение именно в законе. Не в соблюдении традиции, а в истинное обращение к Богу и к закону. Это были фарисеи. Но нужно еще сказать немножко о синодальном православии. О синодальном вообще развитии христианской, скажем так, мысли. Поскольку синодальное христианство очень связано с понятием государственности, патриотизма, лояльности и любви гражданина к родине и отечеству, синодальное христианство предполагает, что человек является активным участником не только всех богослужений, но и всех проектов церкви и государства. Человек, естественно, очень хорошо относится к воинам, к войне, вообще к армии. Вот проекты синодального христианства, это типичный храм в честь вооруженных сил, например, построенный. Это абсолютная мысль, так сказать, в этом ключе. Ну, изначально храма Христа Спасителя тоже... Изначально, даже в 19-м веке. Абсолютно верно. Храмы, построенные в честь победы, молебны, благословляющие воинов на войну и благодарственные молебны после войны, в которых участвуют все воины, неважно, верующие они, неверующие, как они вообще относятся к Богу, молятся ли они, признают ли они Христа. Это наследство от римлян. Это уже не имеет значения. Христианин мыслится здесь как часть массы, как часть коллектива. И, конечно, как говорит матушка Мария Скобцова, при таком, если только так понимать свою веру, то очень трудно найти там любовь, потому что любовь – это вещь индивидуальная. Но об этом мы еще сейчас поговорим. Да не только любовь. Дело в том, что... Ну, я не хочу именам называть, потому что это у нас действительно не политический выпуск, но синодальная религия или религия саддукеев подразумевает, что человек вполне может говорить, так же, как говорил один народный артист, который я очень люблю, поэтому не буду называть его имя, и один президент, который, ну, как бы... Я знаком с его родственниками, поэтому тоже хочу называть его имя. Что они говорили? Я православный атеист. То есть православие – это часть нашего народного сознания, наша культура, наш язык. Но я, ну, конечно, я современный человек, я не верю в это, как бы, вот. Православный атеизм – это и есть саддукейство, да? А фарисейство? Фарисеи были более духовными. Ну, я начал об этом говорить, да. У них был какой-то все-таки поиск. Но в чем они искали правду? В законе в основном. И в соблюдении благочестия вот до буквы. То есть все надо делать, как бы, вот именно так. Если ты идешь там направо-налево, все, как бы, ты уже в геене огненной. Мы, кстати, сидим у геене огненной. Вообще закон Ветхий Завет – это вообще трудноисполнимая вещь, потому что сколько там? 634 заповедей. Это если считать… 614, да? Это если считать все, что написано во Второзаконии, вся жизнь была регламентирована, и фарисеи клали жизнь на то, чтобы исполнять этот закон. Для нас, христиан, это устав. У нас в нашей церкви, особенно у православных, есть очень жесткое понятие устава. Да, церковный устав – это ведь не только распорядок, как служить, как читать во время богослужения. Нет, это распорядок всей жизни христианина. Посты. Как человек, который, христианин, который живет по уставному православию, обязательно сделает вам замечание, если вы встанете на колени в церкви между Пасхой и Вознесением, он отлично знает, что это смертный грех становиться на колени в этот момент в храме. Он обязательно сделает вам замечание, если вы встали на колени в воскресный день или сделали земной поклон перед чашей, потому что это полагается делать только по будним дням. Он разбирается в уставе от и до. Он знает весь строй церковной службы, распорядок церковного года, посты, чем отличается служба, когда попадает праздник на постный день от непостного дня. Но это даже не самое главное. Человек, верующий в устав, понимает, что устав дает ему порядок. А в нашей жизни, и чем дальше мы с вами живем, тем больше мы видим, что порядка-то у нас как раз и нет. Соответственно, уставщическое православие очень соблазнительно, потому что живи по строго установленным рамкам, не нарушай ни миллиметра, и билет в Царствие Небесное тебе обеспечен, и ты там. Да, Христос тебе все даст, только главное – не нарушай. Вот не нарушай и за другими еще. Смотри, чтобы они тоже не нарушали. Этот порядок дает духовный покой, дает осознание, что я глубоко верующий человек, у меня все расписано, я живу по закону. Вот так жили фарисеи, и так живут многие люди сейчас, не только православные, это в разных абсолютно принято. вот уставщическое христианство. Верно. Но она там, по-моему, матушка Мария Скобцова еще говорит про эстетического восприятия. А кто были эстетами во времена Христа? Как тебе кажется? Ну, я думаю, что в каком-то смысле саддукеи были эстеты, как бы это я бы не выделал, как что-то такое отдельное. Но это вообще проблема у всех верующих. Даже у истинно верующих может вдруг мне нравится вот именно пение, как вот ангел, вопиящий там Чеснокова, или, я не знаю, Гречанинова, или Рахманинова. Да, все мы страдаем. Или наоборот, я специалист по знаменной пении. Если это не знаменная, значит, вообще это не то. Или я любитель именно древнегреческого, византийского, все, что отклоняется от этого, да, это, ну, я специалист, я такой тонкий специалист. Но если говорить, то есть среди великих мыслителей русских, я бы сказал, что, скорее всего, у Константина Леонтьева был такой немножко. Хоть я его очень люблю, и он в конце жизни, как бы, я думаю, он был ближе к правильной святоотеческой православии. Но опять, все эти вещи и саддукейство, ну, саддукейство меньше, фарисейство, эстетическое, это как этап, понятно. Но когда человек на этом зацикливается, да, это уже останавливает его рост. Петр Ильич Чайковский писал в своих дневниках, живя в своем поместье, ежедневно хожу на вечернее богослужение в нашем сельском храме. Нет ничего прекраснее нашего русского церковного богослужения. И вообще нашей православной литургии. Это совершенство формы, это совершенство, это идеальное театральное действие и так далее. Сколько людей, сколько из нас ходит в храм для того, чтобы наслаждаться запахом ладана, приглушенным светом и пением хора. А мне очень важно сказать, что мы тут не говорим о вас. Тут это наш диалог с Анной. О нас! Мы говорим о себе. Понимаете, в первую очередь, я когда говорю про все эти этапы, и фарисейство, и синодальность, ну, правда, я от этого далеко, на самом деле, я бунтарь. Но тем не менее... Ну, почему? А я вот гораздо ближе, вот мои родители всегда очень сильно связывали любовь к родине и православии, и России, и Третий Рим. Мы прошли этот этап. Просто мы в каком-то смысле исцелились от него в Иерусалиме, можно так надеяться. Но ты, например, маленькая ходила в сокольниках, в храме, и вот эти звуки, и вот это вот ощущение, вот это вот это... Это тоже важно, потому что... Но ты тогда была ребенком, а человек не может все время быть ребенком, как бы, да? Да, но есть еще и другая болезнь, называется аскетическое православие. Ну, аскетизм, это вообще вещь, которая возникла не в христианстве, уж, конечно, никак, а гораздо раньше. Это восточные религии, это практики умершления тела... Это тоже очень важно. Самодисциплины жесточайшие, высвобождение каких-то энергий, это если про восточные религии говорить. Ну, а в христианстве аскетический путь развития самый опасный. Почему? Потому что он кажется наиболее верным очень многим людям, об этом как раз здорово пишет матушка Мария Скопцова. «Я великий грешник, мои грехи безнадежны, я горю в гиене, я просто это вижу. Единственная цель христианина это спасение его души». Значит, единственная моя цель это спасение моей души. Я нацелен только на это. Это единственное, что меня в жизни волнует. И все люди, которые вокруг меня, и все события моей жизни, это только полигон, так сказать, почва, школа, которую я должен пройти, сдать все экзамены ради спасения моей души. Если уставщик говорит, я люблю брата, потому что устав мне предписывает, то Аскет говорит, я люблю брата, потому что только так я могу спасти свою душу. И это высшая степень эгоизма. И матушка Мария пишет об этом так, что у любого трезвого человека просто вот так вот, багровый румянец и слезы, потому что мы все этим страдаем. Вот я думаю, никто из нас не скажет, о нет, я от этого свободен. Да не мешай мне, я хочу спасаться. Тихо. На самом деле это действительно трудно, потому что путь аскетический, что такое означает аскезис по-гречески? Это упражнение. Человек действительно должен иметь время, когда он сам собой, с Богом, в тишине. Монахи поэтому шли в пустыне. Я не считаю, что это эгоизм. Тут я думаю, что это, ну, матушка Мария Скобцова, она умерла довольно рано, и многое из этого она писала, как человек, ну, молодой немножко, хоть я думаю, что она права, но дело в том, что аскетизм и быть, даже просто смотреть на небо, послушать птицы, читать псалтир, въединение, я мирянин, я думаю, что мне это важно, не меньше, чем для любого ярмонаха. Проблема, когда возникает, когда ты уже достиг своего личного нирвана, и тебе надо потом идти в супермаркет, или молоко купить, или общаться с другим, с братом, допустим, я монах, брат Рафаил, и мне надо идти к брату, там, Гавриилу, Михаилу, да ненавижу тебя, ты мне не мешаешь молиться. А ты мне тоже мешаешь молиться. Все, вообще, развожусь с тобой. Я общаюсь, я живу в Иерусалиме, и мы в основном... Почернее правило. Пойдем, говорят, кино смотреть. Вот все, разводиться надо. Не дают молиться жене. А в монастырях это тоже бывает. Мы знаем, потому что мы не хотим называть имена, но просто живя в Иерусалиме, у нас почти так ровесники, одноклассники, с которыми мы общаться можем, почти их нет. То есть мы общаемся в основном с монахами и с монахинями. И мы знаем, что в монастырях это как раз и главная проблема. Не мешай мне сестра спасаться. Как у одной моей очень близкой подруги, дочка четырехлетняя, которая росла в семье с четырьмя братиками и сестричками, она сказала, да если бы не вы, я бы давно уже святая была бы. Ну да, это смешно. Ну так, а какой же пятый путь развития? Мы спросили, в чем это похоже на... Вот этот аскетизм как раз самый строгий аскеты. Они, кстати, жили вот тут на Сион. Их писания были найдены недалеко от Мертвого моря. Это были иесеи. То есть это иногда называется кумранская секта, это не совсем верно. Короче, они считали, что все неправы, что они есть сыновья света, все остальные во тьме. У них был действительно развит такой довольно строгий аскетизм. У них были очень много правил, которые не были ни у саддукеев, ни у фарисеев, ни у кого, как бы, да. И много считают, что они даже в каком-то смысле это и есть прототип христианства, потому что их устав был очень похож на монашеский устав. Но если мы смотрим на Христа из Евангелия, мы видим, что он не похож ни на саддукеев, ни на фарисеев и ни на этих иесеев, потому что эти иесеи, им действительно было очень важно вот это воздержание от нечистоты, воздержание от людей, которые могут принести им соблазен. В их общинах нельзя было принять празелитов только после очень-очень длинного процесса посвящения в их обрядах и так далее, и так далее. То есть, у них был свой альтернативный храм, потому что храм государственный был неправильный. То есть, во многом они были даже правы, но, как мы видим из притча о добром самарянине и другой, что Христос не был совсем среди этих иесеев. Дело в том, что в науке существует такое мнение, что христиане как-то вышли из иесеев, потому что у нас есть очень много всего, которые похожи. Я сказал, что это наша христианская беда, если это так, потому что это означает, что истинное христианство это просто секта. Я не хочу так думать, что это действительно так. Так что, с одной стороны, соблазн это синодальность, государственность, а другая крайность... Теплохладность из этого выходящая, да? То есть отсюда вообще другая крайность это аскетизм. И сектанство. Почему мы сейчас расскажем о пятом, во-первых, пути, почему мы говорим, что и матушка Мария Скопцова вот пишет, что все эти пути, они как бы как этап, да, но они ложные. Почему? Потому что главное в христианстве это творчество. Это вот, когда мы говорим, что мы созданы по образу и подобию Божию, творцами, первое, что приходит на ум, о, надо отдавать детей заниматься балетом, театральный кружок, там музыкой. Это верно, но не совсем. Мы все творцы, даже те, у кого нет слуха и таланта к балету, мы творцы в духовной жизни, мы призваны к творчеству. Поиск Христа это творчество. А вот эти все пути, они особенно уставщические и аскетические пути, они как бы ловят, вот когда-то церковная форма, канон поймала какой-то взлет духовного творчества в каком-то его моменте. И фиксировала его. И вот это уже есть истина в последней инстанции. Нам только надо теперь эту форму выполнять и дело в шляпе. А нано не в шляпе. Потому что Христос живой и наша жизнь живая. Прости. А мне очень близко то, что сказал старец Порфирий. Дело в том, что вы знаете, в Греции были такие великие старцы, как Паисий Святогорец, но также был старец Порфирий. И он как раз говорит, что христианин, если он не поэт, и это не означает, что он стихи пищит. Стихи сочиняет. Если он не смотрит на мир как поэт, если он не поэт, он не христианин. Ни формулы, ни меры вещества и ни механика небесной сферы навек не уничтожат торжества без чисел, без механики, без меры. Нет, мир, с тобой, я говорю, сестра, и ты сестру свою с любовью слушай. Мы – искры от единого костра, мы – воедино слившиеся души. О, мир, о, мой одноутробный брат, нам вместе радостно под небом Божьим глядеть, как мать воздвигла белый плат над нашим хаосом и бездорожьем. Ну, а вот матушка Мария Скопцова считает, что самый верный есть путь развития – это евангельский. Только он самый трудный и самый тернистый, потому что он основан на исключительной любви. А любовь должна спускаться иногда в такие грязные, бездны, глубины человеческого горя, человеческого страдания, что там нет места ни государственности, ни личному аскетизму, ни соблюдению строгих уставов и борьбы за их соблюдение, ни, конечно, эстетизму, потому что эстетического там очень мало. Она говорит, что очень узко понимать слова Евангелия нет выше той любви, чтобы положить душу свою за други своя, в смысле отдать жизнь на войне или в какой-то иной бытовой ситуации. Господь не сказал жизнь, Он сказал душу. А отдать душу – это значит полностью исключить свой духовный эгоизм, раствориться в душах тех людей, которые есть рядом с тобой, и служить им всем, чем ты можешь, и приносить в жертву свое сердце ежедневно, как приносил его в жертву Христос. Этот идеал кажется совершенно космическим, но между тем, ведь он единственно верный, потому что, если мы посмотрим, вот часто протестантские зрители, мессиане нам что на канале пишут, где у Христа в Библии ваши вот эти праздники, где у Христа в Евангелии, в Библии, в Ветхом, в Новом Завете, где в Евангелии написаны ваши каноны, уставы, иконы, акафисты, храмы золоченые всеми куполами на свете, увешенные, где это все написано? Действительно, главное зерно это Христос и охристовление, как Матушка Мария очень хорошо выразилась, то есть, когда человек становится подобным Христу при жизни, на каждый жизненный момент, на каждую ситуацию вокруг него и внутри него, он смотрит, а как бы поступил Христос? А как он себя вел в этой или иной ситуации? Что бы он сделал или подумал, или сказал? В принципе, это очень просто. Путь Христов это путь жертвенного любви, жертвенная любовь, а, кстати, любовь по-гречески, это не только агапи, это еще эрос, это означает не просто эротизм, это означает сильнейший порыв, сильнейшее влечение к Богу. По-славянски это обычно называется речением, по-моему, да, вот речением. Это означает, что ты готов страдать ради другого человека. То есть, если мирское понятие о любви это, я не знаю, кайфовать вместе или делать другому приятно, не делать ему неприятно, а делать приятно другому человеку. А в христианстве есть этап более высокий, это не только делать приятно, это быть готовым ради другого человека просто пострадать и даже умереть. Получается, это же говорил апостол Павел, когда он говорил, я готов отказаться от вечности, от спасения, от того, чтобы быть со Христом, ради того, чтобы мои братья стали христианами, евреи, да? То есть, иными словами, это полный отказ от спасения своего души ради спасения душ своих родных и близких, и вообще всех, кого Бог тебе на путь посылает. То есть, в такой любви просто нет места ничему другому. И вот это саморастворение, самоуничтожение фактически дает человеку встречу со Христом. Как говорит Матушка Мария, ей можно верить, она это доказала своей жизнью, хотя и небольшой, но настоящей христианской жизнью во всех смыслах слова. Христианин, наверное, не должен бояться иногда быть против чего-то. Да. Потому что, если он будет думать только о своем комфорте, о том, что скажут о мне люди, похвалят меня или не похвалят, то есть, скажем так, человекоугодничество, да, такое, желание быть ко всем доброй, милой, чтобы тебя все по головке гладили, это тоже такой некий самообман. Христианин не должен бояться иногда быть против и, скажем так, стоять на позициях Евангелия, даже когда весь мир и близкие, и дальние будут его обижать, ему же как бы не важно, что о нем думают или говорят. Другое дело, что, конечно же, одно дело говорить о проблемах, ну, как делают многие журналисты сейчас, да, с ерничеством, с злобой, со скандалом, с издевкой, с насмешкой, с осуждением и порицанием лютым, да, а другое дело называть вещи своими именами, призывать к размышлению, к выводам, но так или иначе, это определенное поле деятельности, есть масса у нас, скажем так, примеров из жизни более бытовой, более близкой, более простой, когда вместо того, чтобы идти с нашим ближним два поприща, разделить с ним его страдания, трудности, мы выбираем некую стену между нами и им, чтобы не растерять благодать, чтобы не растерять свое духовное спасение и труды и старания, такое духовное скряжничество, такое, да, такая жадность духовная, мы боимся, а вот Матушка Мария говорит, чем больше мы любовь и благодать бережем, тем меньше ее в нас, и чем больше мы раздаем и растрачиваем, тем больше она наоборот накапливается, то есть, иными словами, христианин не может быть закрытым, для христианина не может быть закрытых тем, для христианина не может быть запретных областей каких-то, где он, вот тут я испачкаюсь, вот сюда я не полезу, мне это не надо, если ему есть что сказать там людям, если он может принести какую-то пользу, если он может как-то помочь, он должен быть везде. А главное, что это все особенно для Матушка Марии, как бы парижской, не было только в теории, она выполняла это все в практике, как бы. Да, если бы это в практике еще научиться исполнять, но мы говорим сегодняшнюю передачу в первую очередь нам. Да, и на самом деле все вот эти пути развития, они имеют место и право быть, мы через них прошли и проходим, так же, как и многие из вас, просто не терять главной цели, да, ради, вообще, без этой главной цели нет смысла вообще ни в чем, то есть, без цели уподобления Христу и жизни по Евангелию вообще ни в чем нет цели, главная цель это научиться любить всех, абсолютно всех, не иметь лютых, заклятых врагов, не отстаивать истину кулаками, да, солнце, которое сияет и на праведых, без этой цели нет смысла даже в святой земле, ни в монастырях, ни в храмах, ни в святынях, ни в мощах, ни в чем нет смысла, потому что любой аскетизм, красота церковной службы, государство, крепко обнимающиеся с церковью, все это существует ради чего, вот ради этого, если оно не ради этого, то тогда смысла в этом просто нет и тогда действительно это подмена, да, ну вот, дорогие наши друзья, мы надеемся выходить в эфир как можно чаще, мы надеемся, что наши выпуски будут яркими и интересными, и да здравствует наш канал «Христианство и мир». Приглашаем вас завтра на бесплатную экскурсию Рафаила по Иерусалиму на сайте ТОПОС, там в описании к этому видео ссылочка, ну и желаем вам всего хорошего, до свидания, друзья. До свидания, счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова